Летопись Великой Отечественной войны хранит удивительные истории героизма и мужества наших с вами земляков в разные годы, состоявших на воинском учете в Искитимском военкомате. Мы продолжаем знакомить вас с судьбами людей, выбравших профессию Родину защищать в уникальном проекте «Офицеры Победы», инициированном военным комиссаром Павлом Ахмедовичем Дурандиным. Офицеры Победы. Непростое время, непростые судьбы. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Старший лейтенант Чернянский Федор Михайлович, 1910 года рождения, уроженец города Иркутск. В 1941 году Волчихинским районным военным комиссариатом Алтайского края призван на военную службу. Воевал в составе 380-й стрелковой дивизии. Со дня ее формирования от рядового вырос до офицера в должности автотехника отдельной зенитно-пулеметной роты с октября 1944 года, где показал себя способным командиром, умеющим организовать ремонт автомашин при любых условиях боевой обстановки. За время работы в роте товарищ Чернянский, вполне пригодный к эксплуатации машин, восстановил 12 трофейных машин. Награжден орденом Красной Звезды медалью за победу над Германией. Старший лейтенант Черков Виктор Михайлович, 1924 года рождения, уроженец деревни Иламбаева, Марии Турекского района, Марийской АССР. В 1942 году Краюшинским районным военным комиссариатом Алтайского края призван на военную службу. Воевал в составе 4-й отдельной инженерной штурмовой бригады. 11 сентября 1944 года получил осколочное ранение. Награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией. Лейтенант Чичулин Александр Дмитриевич, 1914 года рождения, уроженец села Корнилово, Каменского района Алтайского края. В 1941 году Черновским районным военным комиссариатом Читинской области призван и направлен на фронт. Воевал на Западном фронте в должности командира огневого взвода. Был трижды ранен. За выполнение боевого задания награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. Лейтенант Шмаков Василий Федорович, 1924 года рождения, уроженец в деревне Новошмакова, Черепановского района Новосибирской области. 13 августа 1942 года Парбикским районным военным комиссариатом Томской области призван и направлен на фронт. 8 февраля 1943 года был на фронте в качестве рядового пулеметчика. В марте 1943 прибыл в 3-ю гвардейскую орден Оленина механизированную бригаду 1-го гвардейского механизированного корпуса Юго-Западного фронта, где был командиром отделения, а затем помощником командира взвода. 19 июля 1943 года был ранен, находился на излечении. По 25 сентября 1943 года в станице Паньково-Чертковского района Ростовской области с 25 сентября 1943 по 24 сентября 1944 года 212 гаубичный артиллерийский полк, 3-й украинский фронт, разведчик, а затем командир отделения разведки, сержант. С 24 сентября 1944 по 15 марта 1945 курсы младших лейтенантов. 3-й украинский фронт награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Будапешта, медалью за взятие Вены. Младший лейтенант Варенов Михаил Константинович, 1917 года рождения, уроженец села Брусово-Шуйского района Ивановской области. Призван 12 февраля 1942 года Печорским районным военным комиссариатом Коми АССР. Воевал на Калининском фронте, 235-й стрелковый полк, 3-й ударной армии. В апреле 1942 был ранен в боях под городом Великие Луки. Награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией. Младший лейтенант Волошин Василий Иванович, 1924 года рождения, уроженец села Новолокти Черепановского района Новосибирской области. 14 августа 1942 года Черепановским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. 8 февраля 1944 года, будучи командиром стрелкового взвода 25-го гвардейского полка 7-й мотопехотной дивизии, при наступлении в районе города Сумы был ранен из пулемета. После проведенной операции снова вернулся в полк и вступил в бой. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за освобождение Праги, медалью за победу над Германией. Капитан Галкин Михаил Дмитриевич, 1924 года рождения, уроженец села Гвазда Бутрулинского района Воронежской области. В 1942 году Воронежским районным военным комиссариатом призван на военную службу. Награжден орденом славы третьей степени, медалью за отвагу, медалью за победу над Германией. Лейтенант Григорьев Петр Исаевич, 1914 года рождения, деревня Рябцево-Каргатского района Новосибирской области. В 1942 году Кагановичевским районным военным комиссариатом города Новосибирск призван на военную службу. Воевал в составе войск 1-го Белорусского фронта в 13-й артиллерийской бригаде. Награжден медалью за освобождение Варшавы, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. Лейтенант Громов Павел Иванович, 1921 года рождения, село Мурикова-Шаховского района Московской области. 5 апреля 1942 года Красногорским районным военным комиссариатом Московской области призван и направлен на фронт. Участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками, неоднократно личным примером отваги и стойкости увлекал бойцов наступления. На личном счету 11 уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров. Награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Берлина, медалью за освобождение Праги. Лейтенант Джаксы Гиреев Михаил Гиреевич, 1924 года рождения, село Джампейта Джампейского района Уральской области. В 1942 году Георгиевским районным военным комиссариатом Южно-Казахстанской области призван на военную службу. Воевал в составе войск 1-го Белорусского фронта, 65-й армии, 120-й стрелковый полк, в должности командира пулеметного взвода. Награжден медалью за победу над Германией. Лейтенант Дормидонтов Алексей Александрович, 1922 года рождения, деревня Осташево-Борисово-Судского района Вологодской области. В 1942 году Бабаевским районным военным комиссариатом Вологодской области призван и направлен на фронт. В боях на территории Восточной Пруссии его экипаж показал образец мужества и стойкости. Уничтожил 2 танка, 1 самоходную установку, 15 автомашин, 10 повозок с военными грузами, 6 орудий, 4 пулемета и 50 солдат и офицеров. За доблесть и мужество награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 2-й степени, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Кёнигсберга. Старший лейтенант Золотухин Василий Дмитриевич, 1924 года рождения, уроженец деревни Умриева-Машковского района Новосибирской области. В 1942 году и под Ромским районным военным комиссариатом города Новосибирска призван и направлен на фронт. Награжден медалью за оборону Ленинграда, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Кёнигсберга. Капитан Зубакин Антон Семенович, 1924 года рождения, уроженец поселка Александровский Искитимского района Новосибирской области. В 1942 году Искитимским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. В октябре 1944 года в обороне южного города Гольда принял активное участие в отражении немецкой контратаки. Противник был остановлен, неся большие потери. Товарищ Зубакин со своим орудием подбил танк «Тигр», уничтожил несколько огневых точек противника, около 30 немецких солдат. В разгаре боя был тяжело ранен и отправлен в полевой госпиталь. Награжден орденом славы третьей степени, медалью за взятие Кёнигсберга, медалью за победу над Германией. Младший лейтенант Иванов Геннадий Алексеевич, 1924 года рождения, уроженец города Искитим Новосибирской области. 13 августа 1942 года Искитимским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. 28 января 1944 года был тяжело ранен в боях под городом Богуслов Киевской области. За боевые отличия на фронте награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией. В гвардии младший лейтенант Кадиркаев Хамзя Софиулович, 1924 года рождения, село Верхнее Юлюзан Чаадаевского района Пензенской области. В 1942 году городищенским районным военным комиссариатом Пензенской области призван и направлен на фронт. Воевал в составе 23-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Был трижды ранен, награжден медалью за победу над Германией. Лейтенант Калугин Аким Никитович, 1913 года рождения, уроженец село Поповка, Карачевского района Курской области. В 1942 году Качковским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван на военную службу. Воевал на Южном фронте в составе 47-й механизированной бригады в должности командира мотострелкового взвода. В сентябре 1943 года был тяжело ранен. Награжден медалью за победу над Германией. Лейтенант Карачев Михаил Иванович, 1921 года рождения, уроженец в деревне 1-е Мухортово Покровского района Орловской области. В 1942 году Покровским районным военным комиссариатом Орловской области призван и направлен на фронт. Награжден медалью за победу над Германией. Капитан Карев Александр Михаилович, 1924 года рождения, уроженец села Суворовка, Благовещенского района Алтайского края. В 1942 году Благовещенским районным военным комиссариатом Алтайского края призван и направлен на фронт. В бою за деревню Янкендорф, 21 апреля 1945 года, в период отражения контратак пехоты и танков, противника беспрерывно держал радиосвязь с передовым наблюдательным пунктом. Дивизион своевременно передавал артиллерийские команды и целеуказания на огневые позиции, благодаря чему дивизион своевременно открывал огонь, рассеивал и уничтожал скопление сил врага. Награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией. Лейтенант Лучшев Иван Иванович, 1923 года рождения, село Тамдошко Турчанского района Алтайского края. 20 сентября 1942 года Турчакским районным военным комиссариатом Горноалтайской области Алтайского края призван на военную службу. Воевал в составе войск Воронежского фронта. 605-й стрелковый полк, станковый пулеметчик. После тяжелого ранения в боях за город Воронеж, 20 сентября 1942 года находился на излечении в госпитале. Окончил курсы младших лейтенантов в городе Старый Оскол. В сентябре 1943 года в 337-й стрелковую дивизию командиром взвода конной разведки. Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за взятие Будапешта, медалью за победу над Германией. Старший лейтенант Мешков Василий Максимович, 1923 года рождения, поселок Рашнаряжск Каменского района Алтайского края. В 1942 году Каменским районным военным комиссариатом Алтайского края призван на военную службу. Воевал в составе 20-го отдельного противотанково-истребительного артиллерийского дивизиона Южного фронта. 20 июля 1943 года в боях за город Белгород был ранен. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. Лейтенант Никитин Александр Владимирович, 1909 года рождения, рождение с деревни Молотова, Мостовского района Курганской области. В 1942 году Центральным районным военным комиссариатом города Барнаула призван на военную службу. При наступлении на город Торнополь 25 марта 1944 года был тяжело ранен. За свой боевой путь награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией. Капитан Панасенко Семен Денисович, 1924 года рождения, рождение с село Овечкино Завьяловского района Алтайского края. В 1942 году Барнаульским городским военным комиссариатом Алтайского края призван на военную службу. Воевал в составе 375-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. В должности командира стрелкового взвода. Был трижды ранен в боях за город Крюков в ноябре 1943 года, в боях за город Кировоград в январе 1944 года, в боях за город Будапешт в декабре 1944 года. Награжден медалью за победу над Германией орденом Отечественной войны второй степени. Старший лейтенант Першиков Валентин Михайлович, 1924 года рождения, уроженец село Машково, Машковского района Новосибирской области. 13 августа 1942 года Легостаевским районным военным комиссариатом Новосибирской области призван и направлен на фронт. В боях по прорыву вражеской обороны с 18 по 23 октября 1944 года, находясь непосредственно в боевых порядках со своим взводом, он одним из первых ворвался во вражескую траншею и беспощадно уничтожал врага. Лично уничтожил пулеметную точку четырех солдат и одного офицера противника. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. Подполковник Пирогов Николай Семенович, 1918 года рождения, уроженец село Нового Воскресенка, Черепановского района Новосибирской области. В 1939 году призван на действительную военную службу Черепановским районным военным комиссариатом Новосибирской области. За свой боевой путь награжден медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией. Офицеры Победы. Непростое время, непростые судьбы. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Наш выпуск подошел к концу. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-3508. Мы по-прежнему работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин